Под ваши буйные овации я приглашаю директора по развитию компании Global Intellect Service Измайлова Айрата! Здравствуйте, дорогие друзья! Здравствуйте! Спасибо большое за теплый прием. Рад всех приветствовать, рад видеть. Меня зовут Айрат, как сказали. Я директор по развитию UDS. И я в своем выступлении расскажу, что такое UDS, что такое UDS на сегодня. Какой у нас план развития и, конечно же, наши цели, задачи и миссии. Давайте будем знакомиться и смотреть, что будет дальше. Поехали. UDS — это продукт для нескольких их аудиторий. Первая аудитория — это бизнес. Малый и средний бизнес. Туда мы разрабатываем комплекс IT-инструментов. Это CRM-системы, мобильные приложения, чат-боты, пуш-уведомления. Мы этим занимаемся более 9 лет. В принципе, все, что есть с точки зрения инструментов по работе с клиентами, мы это делаем и продолжаем развивать. Зачем мы это делаем? У инструментов есть специальные назначения, есть специальная их задача. Мы выстраиваем в малом бизнесе так называемый системный маркетинг. Системный маркетинг — это такая определенная модель работы с клиентом, которая приводит к максимальной прибыли. То есть необходима определенная перечень работы, определенные этапы, чтобы каждый клиент у нас, можно сказать, давал максимальную эффективность в бизнесе. Максимальную прибыль, максимальный LTV. И системный маркетинг он начинает с CRM-системы. Вообще вы можете на себе понять, что CRM-система на текущий момент одна из самых актуальных задач в малом бизнесе. Хотя бы как бы ни казалось, вообще, говорят маркетологи, если нет CRM, нету маркетинга. Но если вы так посмотрите вокруг, больше чем примерно на 80%, больше чем 80% бизнесов нету CRM-системы. Потому что мы все в течение недели, и даже вчера мы ходили в рестораны, ходили, может быть, покупали одежду. Вот мы зашли в ресторан, покушали и вышли из него. Что этот бизнес знает о нас? Ничего. И так в большинстве малого бизнеса. И это в действительности проблема. Потому что бизнес не знает, кто мой клиент, когда у него день рождения, коммуникация не настроена, не поделены сегменты, что это женщина, что это мужчина. И при этом интересный момент. Вот клиент пришел в первый раз, и клиент пришел в седьмой раз. Разный маркетинг? Совершенно разный маркетинг. То есть если нет CRM-систем, ты даже не понимаешь, а в какой раз пришел клиент. И от этого непонятно, как выстраивать правильно работу. Если клиент пришел в первый раз, надо собрать обратную связь, понять, понравился, не понравился, готов ли вернуться второй раз. Если клиент уже в седьмой раз, можно просить его рекомендовать, мотивировать его рекомендовать. И он будет приводить новых клиентов. Поэтому CRM — это фундамент, это клиентская база. При этом при такой идеологии даже меняется сам немножко порядок бизнеса. Раньше мы говорили, бизнес строился так. Вот у меня есть продукт, кому его продать. Сейчас бизнес эффективнее строится по-другому. Вот у меня есть большая клиентская база, в CRM много данных, большая аудитория. Что им продать? То есть при текущем бизнесе ты можешь добавлять новые товары или вообще, если ты откроешь новый бизнес, но у тебя есть большая клиентская база, тебе будет значительно легче строить бизнес, потому что у тебя уже есть клиенты. Поэтому клиентскую базу надо набирать годами. То есть это основа, CRM, фундамент. Второй этаж — это программа лояльности. Большинство бизнесов говорит, что программа лояльности нужна, чтобы удерживать клиентов. Это действительно не совсем так. Программа лояльности, ее базовая задача — это наполнять данные. Например, клиент пришел в магазин одежды, нам нужно его данные получить в CRM-систему, имя, фамилия, день рождения, как его зовут. Поэтому на кассе мы говорим, хочешь скидку 100 рублей? Клиент говорит, да, хочу. И мы говорим, получи карту. Валет карту, мобильное приложение. И когда клиент вступает в программу лояльности, мы получаем эти данные. Имя, фамилия, тем самым наша CRM-система наполняется данными. И мы каждый раз, когда клиент показывает бонусную карту, мы видим, первый раз пришел или в пятый раз. И от этого строим стратегию работы. Ну и понятно, конечно же, удерживать клиентов. Но удержание клиентов больше достигается за счет правильной коммуникации. То есть не за счет бонусных и скидочных систем. Третий этап — это правильное общение. А правильное общение строится, эффективное общение. Оно строится на уровне тех данных, которые у нас есть в CRM. Если это девушки и мужчины, мы правильно поздравляем девушек с 8 марта, а мужчинам мы говорим, вот такие есть букеты, три варианта, чтобы вы долго не думали. Можете выбрать из трех и, соответственно, купить девушке подарок прекрасный. Видите? Совершенно разная коммуникация, разные сегменты. Если у клиента день рождения, мы как ресторан будем его заранее поздравлять с днем рождения. И мы по статистике увидели, что в некоторых ресторанах растет банкетная загрузка на плюс 20%. Просто за счет того, что мы знаем день рождения и поздравляем заранее, и это уже дает результат. Коммуникация, сбор обратной связи, понравилось, не понравилось, что можно исправить и вернуть клиента. То есть если клиент поставил три звезды за обслуживание, мы ему звоним и его возвращаем. Идем дальше. Конечно же, блок привлечения. Но мы стараемся здесь предпринимателям, помимо рекламы, предлагать и альтернативные способы. Сегодня это очень важный вопрос. Альтернативные способы привлечения клиента. Потому что реклама растет в стоимости и растет всегда. И бывает сейчас такое, что приведенный клиент не всегда окупается с первой покупки. То есть реклама, стоимость растет. И не всегда она получается рентабельной. Поэтому надо искать альтернативы. Мы, например, стараемся предпринимателей учить выстраивать рекомендательный маркетинг, чтобы мотивировать клиентов, рекомендовать, как это правильно делать, чтобы приводить клиентов почти что бесплатно, то есть при минимальных вложениях. Или у нас есть кросс-маркетинг, который мы тоже стараемся предпринимателей обучать, чтобы приводить себе клиентов. И последний такой пункт – это автоматизация. Вообще надо понять, эффективная работа с клиентом, она всегда связана с автоматизацией. Потому что нельзя столько внимания, должного количества внимания дать каждому клиенту, чтобы действительно получить максимальный результат. Вручную я имею в виду. Вручную отправлять каждое уведомление клиенту, каждого поздравлять с днем рождения. Это будет сложно, я бы даже сказал невозможно, потому что в малом бизнесе есть еще одна проблема. Какая? Нет времени. Никогда нет времени. То есть процессы затягивает полностью. Поэтому это все должно работать автоматически. То есть есть определенные сценарии, которые ты запускаешь, и все работает само. Вообще это принцип бизнеса. Бизнес мы делаем, чтобы никогда не работать. То есть мы должны построить систему из своего бизнеса. И он работает сам без нас. Это то, к чему мы должны прийти. Поэтому вопрос автоматизации. Поэтому системный маркетинг можно представить в виде дома. Если ты дом строишь с фундамента, дом будет стоять. А часто в малом бизнесе строят без фундамента. Нету ЦРМ, нету системы по работе с лояльностью. И получается, что дом всегда разрушается. Это такая аналогия. И получается, что тебе всегда надо вкладывать в рекламу время, деньги, время, деньги. Но если выстроишь один раз систему, с фундамента ее построишь, то система начнет работать на тебя. И мы это заметили, что предприниматели, выстроившие систему, они в дальнейшем, им не нужно столько бюджетов в рекламу. У них люди сами рекомендуют, есть клиенты из кросс-маркетинга. То есть система начинает работать на тебя. Вот он принцип работы с малым бизнесом у UDS. Идем дальше. Мы работаем с определенной аудиторией. У нас есть определенная целевая аудитория предпринимателей. Это B2C. То есть это там, где у бизнеса конечный клиент. Конечный клиент – физлицо. Это бьюти-индустрии, салоны красоты, спа-центры. Это магазины, магазины косметики. Ну, любая розница продуктов. Хорика, рестораны, бары, кафе, отели. Это авто, автомойки, автоуслуги, медицины, стоматологии, медицинские центры и так далее. Это наша самая аудитория, в которой мы в основном выстраиваем ту самую систему. Мы даем готовые решения. Важный момент – время всегда имеет значение. Поэтому бизнесу понятно, что мы хотим, чтобы этот результат приходил максимально быстро. Поэтому с большинства учетных систем, популярных, у нас уже сделана готовая интеграция. Чтобы предпринимателям прийти и сразу готовые решения. Чтобы не занимать время на разработку, на интеграции, снизить количество времени, уменьшить на внедрение. Сразу готовое решение. У нас интеграция, в принципе, уже сделана почти со всеми системами. Но интеграции мы делаем не только с учетными системами, чтобы списать и накопить бонусы, было проще. Но также интеграции делаем с системами, которые процесс делает еще эффективнее. И сейчас будет новость. Мы об этом нигде еще не рассказывали. Мы сделали интеграцию с таким сервисом Eat&Split. Это сервис самостоятельной оплаты счета в ресторанах, барах и кафе. То есть, спасибо. Тот, кто ждал в теме, тот в курсе. Спасибо. Как это работает? Я прихожу в ресторан, покушал, заказал предчек, заказал счет, мне приносят предчек. И иногда официант в запаре, условно говоря. Официант занят. Я могу сам оплатить. То есть, там есть QR-код, и там написано. Ты можешь оплатить сам, и при этом это будет дешевле. Я сканирую QR-код, нажимаю кнопку «Оплатить счет», и я там могу списать бонусы UDS. Вести код UDS и сам самостоятельно сделать. То есть, не надо мучить, условно говоря, мучить официанта. Можно все самому. Поэтому я, если здесь есть представители ресторанного бизнеса, или есть у нас партнеры, которые сопровождают ресторанный бизнес, вы можете брать этот инструмент себе и уже значительно эффективнее строить того, чтобы людям было проще списать, накопить бонусы. Поехали дальше. Мы этим занимаемся более 9 лет. Мы более 9 лет работаем с малым бизнесом, средним бизнесом для выстраивания системы, для того, чтобы приводить больше прибыли. То есть, UDS бизнес – это не просто функционал. Это не просто продукт. Это сервис. Это важный момент. Потому что самую главную ценность имеет не только функционал. Самую главную ценность имеет опыт работы. А как? Какие кнопки мне надо нажимать? Как мне использовать функционал для того, чтобы достигнуть максимальной прибыли? Для того, чтобы увеличилась прибыль в бизнесе? Поэтому самая эффективная история получается, когда это работает в комплексе. Не просто приложение, а сразу с понятной инструкцией, сразу с готовой моделью работы. По-другому это можно сказать в следующем. Вот нам приходят новые кофейни, и мы говорим, у нас тысяча кофейн, мы знаем, как у тебя должно работать. Нам приходит новый магазин, у нас тысяча магазинов, и мы знаем, как это должно работать. То есть, давать сразу готовый путь предпринимателю. Не просто функции. И это важный момент. UDS бизнес, это нас отстраняет от других систем. Что важный момент, мы сразу даем и делимся тем самым десятилетним опытом. У нас уже есть результаты. То есть, за такое количество времени есть уже и именитые клиенты. Например, Nike, Adidas, это франшизы в стране Молдавии. Есть сетевые большие магазины, как Галамарт. То есть, на текущий момент есть уже определенные результаты. Где-то это франшизы целые, где-то это целые сети, уже определенные клиенты, которые пользуются системой. Если посмотреть в цифрах, в статистику, то здесь есть определенные важные результаты. Мне, например, здесь цифра нравится 5 миллиардов рублей по рекомендации. Это такой альтернативный способ привлечения новых клиентов. И мы прям за него топим, по-хорошему. Потому что мы помогаем это выстраивать малому бизнесу, потому что, как я уже говорил ранее, реклама дорогая. И поэтому нужны новые инструменты привлечения новых клиентов. И вот он результат, что это работает, что это приносит прибыль малому бизнесу. То есть, можно выстроить систему рекомендаций, и клиенты будут приводить новых клиентов. И это круто. И будет клиент значительно дешевле, чем по рекламе. Идем дальше. Мы всегда говорим, в том числе, зачем нужна эта система. Главная цель – это, конечно же, прибыль. Мы говорим по-другому, UDS – это про деньги. Давайте посмотрим некоторые результаты предпринимателей, которые работают с UDS. Первый – это магазин «Мужская волна». Город Мурманск. Это мужская одежда. Я здесь отметил такую цифру – 8 миллионов. Опять продолжаем тему рекомендаций. Вот на конкретном примере мы видим, что если выстроить правильно систему рекомендаций, то это может значительно увеличить прибыль и привести новых клиентов. Идем дальше. Я буду показывать разные примеры. Я буду показывать разные примеры, чтобы было понимание, что эта система, она как маркетинг, как наука, как дисциплина, она должна работать в каждом малом бизнесе. Вы можете заметить, что такая система, они работают в каждом крупном бизнесе. А крупный бизнес точно знает, чем он занимается. Точно у них там компетентные маркетологи. Мы такую же систему устраиваем в каждом малом бизнесе, потому что это определенная важная модель работы. Здесь, например, интересно, это NAPS, это салоны красоты. Важный момент – 99 клиентов, каждый из них совершил более 100 покупок. И они в итоге привели там больше 22 миллионов рублей. Надо любить этих клиентов. Надо точно к ним относиться как-то особенно. Вот мы теперь знаем клиентов, которые надо приглашать в салон красоты, вместе пить просека, чем мы, может быть, вечером будем заниматься. И, соответственно, как-то дарить подарки, сделать для них особое внимание, потому что это клиенты, которые делают такой значительный оборот. Если бы не было CRM-системы, вы бы знали этих клиентов? Нет, не знали. Вот еще одно подтверждение тому, что CRM дает тебе даже вот такие понимания, уделять внимание определенной группе клиентов. Идем дальше. Чайхана – это ресторанный бизнес. Фактически дорого ли строить системный маркетинг? Такой вопрос мог возникнуть. Он стоит 5% фактической скидки. То есть, в принципе, недорого. Каждый бизнес, программу лояльности, каждый бизнес готов в программу лояльности инвестировать 5% от счета, предоставить в лояльность. При этом это недорого. Правильно выстраиваешь, и, соответственно, расходы там небольшие. Идем дальше. Клиника номер один. Это уже медицинская сфера. Это город Ешкарова. Здесь интересный результат. То, что они размещаются в UDS, уже дает результат. Уже дает какое-то увеличение прибыли и дает новых клиентов. То есть, в агрегаторах нужно быть. В агрегаторах нужно быть, потому что там есть аудитория. И там можно получить новых клиентов. И Maxi Flora – такой красивый кейс. Цветы. Это сеть в городе Кирове. Здесь тоже интересный результат, что вот мы выбрали определенный сегмент клиентов и увидели, что они делают такой большой оборот. Тоже этим клиентам надо уделить особое внимание. То есть, UDS, я повторюсь, в цепочку. UDS – это для малого бизнеса, для малого-среднего бизнеса. Мы строим комплекс инструментов для выстраивания системного маркетинга. Системный маркетинг нужен для увеличения прибыли. Вот такая понятная логика. Идем во вторую часть. Так, первая часть понятна. Хорошо. Спасибо большое. Спасибо. Мобильное приложение. Приложение для пользователей. UDS. Что это такое? Идея проста и понятна. Это агрегатор программ лояльности. То есть, я скачиваю одно приложение, и я могу участвовать в программах лояльности разных компаний. При этом важный момент такой. Те бонусы, которые я накопил, например, в клинике номер один, я могу потратить только в клинике номер один. Те бонусы, которые я накопил в чайхане, могу потратить только в чайхане. То есть, у каждой компании, размещенной в UDS, свои правила игры, своя программа лояльности, но они находятся в одном агрегаторе. Это можно сравнить с другими продуктами. Для понимания. Например, есть агрегатор Aviasales. Для того, чтобы купить билет на самолет, мне нет необходимости скачивать отдельное приложение. Мне нет необходимости заходить на каждый сайт авиаперевозчиков. Я захожу в один Aviasales и выполняю себе понятную для меня задачу. Если я хочу вызвать такси, помните, мы раньше звонили, если кто помнит, в таксопарке. Они были разные, и мы звонили и вызывали такси. Сейчас нет в этом необходимости. Я скачиваю одно приложение Яндекс.Такси и вызываю себе такси. И там, из какого оно приезжает таксопарка, уже там непринципиально. Островок — это отели, суточную ру, это квартиры, например. Такие агрегаторы вы можете и сами вспомнить. Люди очень положительно относятся к агрегаторам. В основном люди и скачивают агрегаторы. То есть, людям нужно одно решение, выполняющее конкретную задачу. Вот то же самое и UDS. UDS — это агрегатор лояльности. То есть, нет необходимости скачивать отдельные приложения, нет необходимости знакомиться с отдельными программами лояльности. Люди хотят все понятнее. Они поэтому скачивают агрегатор, и вот все понятно. Тут все и есть понятные правила игры, понятный интерфейс, который мне упрощает жизнь. То есть, UDS — это ниша лояльности. И на текущий момент мы эту нишу стремительно занимаем. То есть, можно посмотреть по цифрам. 36 миллионов скачиваний. Там ежемесячно мало больше 4 миллионов. Ежемесячная активная аудитория больше 4 миллионов. И важный момент, что это не просто скачивания растут, не просто мало растет, а люди этим пользуются. Это принципиальный момент. Больше 200 тысяч покупок ежедневно проходят вместе с UDS. Рейтинг приложений 4,9. Это означает, что люди пользуются и людям нравятся. Мы это в цифрах понимаем. Поэтому мы продолжаем это растить. Мы заметили, что нишу, чтобы еще больше расширить ее, мы начали в том числе работать и с торговыми центрами. То есть, чтобы полностью занимать нишу лояльности, чтобы выполнить эту задачу, что я открыл приложение и пользуюсь им везде. И торговыми центрами интересная такая была история. Если кто-то был в предыдущих итогах года, вы можете помнить, что мы рассказывали в качестве гипотезы. Мы торговый центр, у нас был тогда один, и это было в качестве тестирования. Мы такие подумали, а давайте попробуем выстроить систему лояльности, CRM, систему коммуникации с аудиторией в торговых центрах. Потому что каждому торговому центру тоже надо сохранять аудиторию внутри себя, чтобы арендаторы не страдали, чтобы у арендаторов всегда была стабильная прибыль минимум, или она росла. Поэтому торговый центр тоже занимается маркетингом. И у нас была гипотеза, и она сработала. И она сработала. На текущий момент у нас более 10 торговых центров, которые работают вместе с UDS. Это большие крупные торговые центры. Спасибо. Спасибо большое. Мы продолжили думать. Ниша, она есть. И мы ее занимать надо еще больше. И мы заметили, что у нас не хватает, чтобы полностью занять нишу, у нас не хватало еще одного пункта. Не хватало федеральных компаний. То есть, чтобы я скачал приложение и пользовался им везде. И в этот момент мы задумались над тем, что помимо малого и среднего бизнеса можно добавлять и федеральные компании. Но нужно понимать, что федеральные компании, у них все уже, ну, свои решения есть. У них там системный маркетинг уже давно выстроен. Свои программы лояльности, свои там CRM, CDP платформы. И поэтому, ну, крупные компании, у них есть большие бюджеты все делать самостоятельно. И обычно они не берут сторонние какие-то решения. То есть, не берут функционал. И мы придумали модель работы с федеральными компаниями. Как это происходит? То есть, мы начали делать. В сентябре 23-го года это появилось. Мы придумали решение интегрировать их программы лояльности в UDS. То есть, я могу открыть приложение UDS и пользоваться в том числе федеральными компаниями. Например, первая такая компания была Galamart. Как это работает? Я захожу в раздел «Мои компании». Можете сами даже проверить приложение. Зайти в раздел «Мои компании». И там есть такой баннер «Карты партнеров». То есть, эти карты, где мы взяли программу лояльности и интегрировали в UDS, мы называем картами партнеров. И я туда захожу и могу выпустить карту Galamart и других компаний. И на текущий момент, и, соответственно, и страниц компании показать код. Я открываю карту Galamart, показываю код, и, соответственно, программа лояльности работает. Показываю код из мобильного приложения UDS. Мы это запустили, и на текущий момент у нас 6 крупных, больших компаний. Некоторые названия вы знаете, да? Например, как «Метро Кошенкери». Спасибо, спасибо. «Винлаб», например, очень популярна в Москве и в Санкт-Петербурге, и в Нижнем Новгороде. Такая большая сеть алкомаркетов. Наверное, сегодня, может быть, вы туда пойдете, да? Вечером, да? Как раз вот можете взять карту «Винлаба», сосканировать код, возьмите карту «Винлаба» и уже будете показывать из мобильного приложения UDS. Видите, вам не надо ничего другого скачивать в одном мобильном приложении, все уже есть. «Гармония Здоровья» — это сеть аптек, Николаевский продуктовый магазин, «Метро», понятно, продуктовый и столичный. И у нас эта интеграция продолжается. То есть у нас на текущий момент есть уже план по интеграции новых компаний. Поэтому с каждым месяцем, со временем у нас будет появляться все больше и больше федеральных компаний. То есть в чем заключается видение? Какая у нас цель по мобильному приложению? Цель такова. Если я пришел в любую компанию, и если я хочу совершать покупки с максимальной выгодой, с максимальной привилегией, мне не надо задумываться, что делать. Я просто скачиваю мобильное приложение UDS и беру карту этой компании. Вот к чему мы идем. И это дает пользу пользователям. То есть все, теперь не надо усложнять жизнь. UDS закроет полностью вопрос привилегий и самых максимальных выгодных покупок. Окей? Спасибо. Я и тоже. Что такое UDS? Первое. UDS для малого и среднего бизнеса. Туда мы внедряем комплекс инструментов для выстраивания системного маркетинга, который приводит к увеличению прибыли. Что такое UDS для другой аудио? Для торговых центров. Это тоже система маркетинговая, которая позволяет торговым центрам формировать аудиторию, удерживать аудиторию, наращивать аудиторию и коммуницировать с аудиторией. И UDS для крупных компаний, для федеральных компаний, где мы интегрируем программу лояльности для того, чтобы пользователю было легче, значительно скачать одно приложение и пользоваться им везде. С другой стороны у нас пользователь. Пользователь взаимодействует со всем этим через мобильное приложение. В итоге мы в действительности хотим делать не просто продукт. Мы хотим делать вклад в предпринимательство. Вы заметили по нашей риторике. Мы хотим делать вклад в предпринимательство. Помогать ему расти. Помогать ему масштабироваться. Мы делаем комплекс инструментов, которые раньше были доступны только крупным игрокам. И за большие деньги. Мы это сделали для малого и среднего бизнеса. Совершенно за доступные деньги. Поэтому UDS — это не просто продукт. UDS — это весомый вклад в мир предпринимательства и маркетинга в общем виде слова. В общем слове этом. То есть это вклад в мир предпринимательства и маркетинга. Поэтому, дорогие друзья, спасибо вам большое, что мы этот вклад делаем вместе. Спасибо. Ират Измайлов!